Министерство просвещения России представило стратегию развития среднего профессионального образования до 2030 года. Сегодня система профессионального образования востребована. Рабочие профессии и специальности стали осознанным выбором молодого поколения и гарантом успешного старта карьеры. Это стало возможным благодаря программно-целевому подходу Министерства просвещения России. Приоритетный национальный проект образования призван ускорить модернизацию российского образования. В соответствии с федеральным проектом молодые профессионалы всего до 2024 года должны быть обустроены 5000 современных мастерских, которые соответствуют международным стандартам. 2019 год. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Губернаторский автомобильный электромеханический техникум» по итогам конкурса Министерства просвещения Российской Федерации стал обладателем гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций» в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованием. Федерального проекта «Молодые профессионалы», Национального проекта «Образование». 27 декабря 2019 года день открытия федеральных мастерских и навсегда войдет в историю техникума. Пять мастерских стали визитной карточкой учреждения. Мастерская по компетенции «Бухгалтерский учет» открыла новые возможности обучающимся техникума. Рабочие места, оснащенные необходимой организационной техникой и программным обеспечением, позволяют в полной мере решать производственные задачи по ведению бухгалтерского учета, инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. Мастерская по компетенции «Банковское дело. Специализация товароведения и экспертиза качества потребительских товаров». Товаровед-эксперт, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования, должен обладать профессиональными компетенциями по управлению ассортиментом товаров, проведению экспертизы и оценке качества товаров, организации работ в подразделении предприятия торговли. Товаровед-эксперт, работающий в лаборатории, делает подробный анализ, используя специальное оборудование и реактивы. Мастерская по компетенции документационное обеспечение управления и архивоведение. Современная офисная и организационная техника, планетарные книжные сканеры, мини-типография, архивные станки, ламинаторы, переплетные машины, своя автоматическая телефонная станция и многое другое. Все это учебно-производственное оборудование является составной частью освоения образовательной программы, программ дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. Мастерская по компетенции парикмахерское искусство. Квалифицированный парикмахер-модельер по окончании техникума выполняет целый спектр парикмахерских услуг. Моделирование стрижек и причесок, создание имиджа клиента, выполнение художественного образа. Его компетентность усиливает серьезная оснащенность мастерской. Мастерская по компетенции спасательной работы. Несмотря на достижения прогресса, человечеству все еще приходится сталкиваться с такими явлениями, как стихийные бедствия, техногенные катастрофы, пожары, аварии и другие чрезвычайные ситуации. В эти тяжелые минуты на помощь приходят сотрудники Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Мастерская по компетенции спасательной работы – это комплекс специального оборудования для подготовки аварийно-спасательных формирований. Специализированное пожарно-спасательное оборудование, гидравлические аварийно-спасательные инструменты, насосные станции, специальные приборы, средства связи, средства защиты, экипировка спасателей, средства для промышленного альпинизма, тренажер-лабиринт с секциями-препятствиями, завал, плита, упавшая плита, обрушивающиеся конструкции, горка, полоса препятствий, включающие тоннель, качающийся подвесной мост, разрушенную лестницу, домики, бумы, заборы, тренажер переправа, тренажер-деблокатор, скалодром и каркасный веревочный парк для высотной подготовки спасателей, площадка воркаут для физической подготовки спасателей, тренажеры и медицинские средства для оказания первой помощи пострадавшим. Это все создает крепкую основу для компетентности, профессионализма выпускников техникума и формирования способности принятия ими правильного и своевременного решения в сложной обстановке. Менеджер компетенции спасательной работы России в финале национального чемпионата, в котором принимали участие студенты губернаторского автомобильно-электромеханического техникума, дал высокую оценку организации площадки проведения чемпионата. Все мастерские, созданные в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и международными стандартами WorldSkills, готовы к проведению региональных чемпионатов молодые профессионалы WorldSkills России и подготовке студентов к соревнованиям профессионального мастерства самого разного уровня. Все мастерские, аккредитованные, стали центрами проведения демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills, что позволило расширить возможности использования демонстрационного экзамена как формы оценки качества профессиональной подготовки и компетенции. Создание современных мастерских с учетом современных производственных технологий также дало возможность обновить содержание, внедрить новые средства и методы организации образовательного процесса, включая электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, и увеличить количество реализуемых программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, профильных программ для детей и взрослых в соответствии с приоритетами Балаковского муниципального района и Саратовской области. Это позволило техникум принять участие в реализации проекта «Билеты в будущее», образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. На базе обновленных мастерских уже получило профильное образование более тысячи человек. Все это стало возможным благодаря всесторонней поддержке и инновации среднего профессионального образования со стороны губернатора Саратовской области Валерия Васильевича Радаева и Министерства образования Саратовской области. Поддерживает реформы среднего профессионального образования и развитие движения «Вордский с Россией» акционер Акционерного общества «Балакова Центролит» Станислав Джахпарович Гамзалов. Инженерно-педагогический коллектив губернаторского автомобильно-электромеханического техникума осознает важность участия в национальном проекте образования и понимает, что он дает равные возможности и успех каждому. Редактор субтитров А.Семкин